Какую технологию выбрать для строительства дома в апреле 2022 года? Всем привет, дорогие друзья! Приехали на наш строящийся каркасный дом, чтобы подробнее рассказать вам или даже помочь определиться с выбором материала для строительства своего дома в апреле 2022 года. У нас на YouTube-канале уже был ролик о выборе строительной технологии. Там мы более подробно выбирали между газобетоном, СИП-панелями и каркасом. Ролик где-то здесь будет? Обязательно посмотрите, если еще не видели. Ну а сегодня мы поговорим о газобетоне и каркасе. Про СИП-панели будет немного позже ролик. Чтобы его не пропустить, обязательно поставь колокольчик и подпишись на канал, если еще этого не сделал. Лайк поставили? Подписались? Ну все, теперь можно начинать. Итак, в этом ролике мы более подробно поговорим о плюсах и минусах той и другой технологии. Обязательно сравним цены. И здесь сразу будет понятно, что же все-таки выбирать из соображений выгоды. И еще расскажу одну очень интересную историю о том, как выбирать и строить точно не надо. Поехали! Хочется начать с небольшой true story. Недавно, буквально два месяца назад, мы для одного из заказчиков разработали полный набор документов, проектной документации имею в виду. То есть там было полное понимание по тому, как построить его дом. Мы планировали с ним строительство и в один прекрасный момент просто заказчик пропадает. Ну это нормальная ситуация, мы прекрасно все понимаем, лояльно относимся к тому, что это рынок. Может он просто выбрал другую компанию или кто его знает, может вообще передумал строить и уехал куда-нибудь жить в Майами. Спустя некоторое время после того, как он пропал, мы в строительном сообществе. Оно очень плотное, так как Тюмень все-таки город небольшой. Узнаем, что по нашим проектам планируется строительство дома. К нам обращается одна из бригад за консультацией по нашему же проекту, как построить дом. И мы узнаем, что это проект того самого заказчика. Он просто выбрал другую компанию и сейчас активно планируется строительство. Самое ироничное в этой ситуации, что мы делали большой акцент в работе с ним на то, что все материалы для строительства его дома будут очень качественные. А самое главное, мы будем использовать доску собственного производства, камерной сушки и калиброванную. Ну вот как, допустим, на этом доме. И строители после того, как получили консультацию от нас говорят, так а у нас-то доска естественной влажности. Причем не на крышу, а вообще на весь дом. Это я сейчас к чему? К тому, что заказчика, скорее всего, не устроила ценовая политика. Он выбрал в угоду стоимости другую компанию, другого подрядчика, сэкономил. И строители сейчас будут строить ему дом, ну, мягко говоря, не из лучшего материала. Что он получит в результате? То ли о чем он мечтал, то ради чего он продавал свою квартиру. Да кто его знает? Ну, я надеюсь, вы понимаете, что так делать не надо. Сейчас мы поговорим о том, как делать надо. Ну ладно, в этом ролике мы не будем никого обижать, не будем никого обвинять и тыкать пальцем. Раз уж мы говорим о каркасном доме и заговорили о качестве, давайте разберем три основных правила качественного каркасного дома. Первое и самое, пожалуй, главное. Весь пиломатериал обязательно должен быть в камерной сушке. И обязательно, ну это, наверное, не так уже обязательно, многие почему-то на это не обращают внимания, но он должен быть калиброванный. Чтобы в дальнейшем, когда вы построите свой дом, закройте всю доску утеплителем, закройте ее пленками, она у вас не начала цвести, у вас плесень, которая может появиться, не начала распространяться по всему дому, по внутренней его части. И чтобы в дальнейшем ваш дом стоял как можно дольше, сохранял все свои энергоэффективные свойства. По поводу того, как нужна ли она калиброванная, ну здесь все просто, опять же, когда у нас доска идеально ровная, идеально гладенькая, как, допустим, здесь, строителям гораздо проще заполнять перегородки утеплением. Мы берем плиту утеплителя и просто в распор вставляем ее, она не цепляется, ну то есть у нас не остается утеплитель на этой доске, на вот этих волокнах, когда доска не обработана, когда она такая, знаете, шероховатая. Да, она сухая, но она вся вот в этих волокнах и утеплитель за нее цепляется, в общем, мы теряем, во-первых, часть утеплителя, у нас появляются щели, что негативно сказывается на энергоэффективности дома. И мы просто, ну, получаем не настолько эстетичную технологию, не настолько правильную. Так, ладно, по поводу доски все понятно, тысячу раз об этом уже говорили, не будем долго останавливаться. Второе, это утепление. Очень важно использовать качественный утеплитель, чтобы он не давал усадку и чтобы на него была большая гарантия. На нем не нужно экономить, но это, как и на всем, впрочем, что мы используем для дома. Мы должны для качественного каркасного дома использовать 5 слоев утепления для пола и потолка и 4 слоя утепления для всех несущих стен, контактирующих с улицей. Еще лучше, если это будет перехлестное утепление, как, допустим, в наших домах, когда у нас стойка 150 на 50, 3 слоя утепления вот так. Наколачиваем брусок 50 на 50 и еще один слой утепления, прямо перферникулярный предыдущим трем. Тогда у нас дом получается максимально энергоэффективным и мы получаем его вот таким, каким он и должен быть. Третье правило качественного каркасного дома. Вы, как заказчик, как потенциальный хозяин будущего дома, должны быть фанатичны в выборе профессионалов для строительства своего дома. Что я имею в виду? Фанатичны в выборе профессионалов для разработки конструктивного проекта, чтобы проектировщик был фанатом и большим специалистом в своем деле, чтобы все было правильно спроектировано. Фанатичная бригада, которая будет возводить ваш дом, чтобы все делалось правильно по технологии, запилы были сделаны правильно, чтобы дом собирался по технологии, не было больших пролетов от сваи до сваи, чтобы лаги правильно укладывались, чтобы ригели разгрузочные были. Ну, в общем, деталей и тонкостей в каркасном доме очень много. Здесь самое главное, чтобы все было качественно. Я думаю, всем понятно, что минус-то, пожалуй, у этой технологии один. Это то, что... Да, даже это не минус, скорее, особенность. Удешевлять эту технологию можно до бесконечности. Вернемся к нашей истории про заказчика и его сырую доску. Мы можем бесконечно экономить на сваях, на обвязке, на доске, на утеплителе, на пленках, на внутренней отделке, на кровельных покрытиях. На все можно сэкономить и по факту получить тот каркасный дом, о котором вы слышали кучу мифов и истории в интернете. Вот и все. По поводу самых главных плюсов каркасного дома мы уже много раз говорили в наших видео. Я думаю, что, если захочется узнать более подробно, вы их посмотрите. А сейчас поговорим о плюсах-минусах газобетона, раз уж мы сравниваем эти две технологии в этом ролике. И первый, самый главный плюс дома из газобетона – это его долговечность. Все мы с вами знаем, что каменные дома могут стоять и 100 и 150 лет при правильно спроектированном фундаменте и правильно подобранном материале стен. Газобетон – не исключение. Это такой же долговечный блок, который при своей толщине, минимальных 30 см, позволит вашему дому простоять свои 80-100 лет без каких-либо вмешательств. Ну и второе сразу же – это надежность. Надежность проявляется во всем. В том, что ваш дом не пробьет автоматную очередь, в том, что при каких-то там наводнениях, не знаю, штормах и прочих погодных условиях ваш дом стоит и с ним ничего не происходит. А соседские каркасники сдувают. Ну, мы это еще раз с вами уже слышали, да? Третий плюс устроенного из газобетона – это его энергоэффективность. Конкретно этот блок является одним из самых теплых, если не сравнивать его, конечно, там с кем-нибудь керамическим кирпичом или силикатным кирпичом. Если просто сравнить его с самым популярным керамизитоблоком, то газобетон будет в три раза теплее. Ну и самый главный минус дома, построенного из газобетона в апреле 2022 года – это его цена. Если в 2021 году мы, записывая ролик про сравнение трех технологий СИП-каркас-газобетон, говорили о том, что газобетон – очень выгодная технология, то сейчас один газобетонный блок 30 сантиметров толщиной стоит 375 рублей. При 150 рублях в 2021 году про 400-й блок я вообще молчу. Там 500 рублей за штуку – это минимальная цена от официального производителя. Можете зайти на сайт Паревита, все посмотреть. Мы все-таки про тюменскую аудиторию говорим сейчас. Газобетон есть от многих производителей. Будем ориентироваться на наш завод. Мы у сертифицированного производителя покупаем все материалы для строительства своих домов. Ну ладно, раз уж затронули тему стоимости и помочь определиться вам с тем, что выгоднее, я думаю, надо в сравнении с каркасом. Пойдем на каркасный дом. Каждый день, занимаясь расчетами стоимости домов, я задаюсь периодически вопросом. Вот газобетон, который является одним из самых популярных для строительства домов в Тюменской области, стоил, допустим, 150 рублей в прошлом году. Сейчас он подорожал, как показать, вот так, два с половиной раза. И я же в любом случае хочу помочь вам определиться со стоимостью, точнее даже помочь определиться с тем, что выбрать, какую технологию. Начинаю анализировать стоимость каркасного дома. Если для газобетона там все понятно, это основной материал для стен, в каркасе основной материал для стен это доска. Берем динамику изменения цены на каркасную доску, там любую 50 на 200, за последние полгода. Если в, ну не знаю, августе 2021 года доска для каркасного дома стоила 20 тысяч рублей за куб, это доска камерной сушки, обрезная, калиброванная, то она и сейчас стоит только 22 с половиной. Не особо, на самом деле, разница-то ушла. И это, на самом деле, очень интересное явление, потому что из газобетона сейчас строится, ну, только 30% домов, а каркасные дома строятся круглый год. И зимой никакие работы не останавливаются, но при этом доска остается более стабильной. Вот эти все факторы изменения стоимости за последние полгода двух материалов просто принудили сделать два расчета. Так как ролик и так получается достаточно большим, затянутым, я предлагаю просто, если кому-то интересно, написать нам в WhatsApp, ссылка будет в описании. Я отправлю каждому расчеты каркаса и газобетона для одного и того же дома в 100 квадратных метров по самой популярной планировке с тремя спальнями и кухни-гостиной 30 квадратных метров. Сравните, там одна и та же комплектация, внешне готовый дом с инженерными коммуникациями и внутренней предчистовой отделкой. Это для Тюмени будет актуально. Доставки мы, естественно, не учитываем. Ладно, по поводу цены. Давайте подведем какой-то промежуточный итог. То, как изменилась цена газобетона за последние полгода, и то, как практически не менялась цена каркасной доски, про все остальные комплектующие, но это понятно, что одни и те же кровельные материалы используются, могут быть одни и те же девочные материалы, одни и те же окна и двери. Они плюс-минус в одной и той же ценовой политике остаются. Сам материал для несущих стен настолько сильно изменился в цене в случае с газобетоном, что, ну, я думаю, здесь все становится более очевидным. Что же все-таки выбирать, если ориентироваться только на фактор подешевле? Каркас будет в любом случае выгоднее, потому что, во-первых, мы его можем строить на легковозводимом фундаменте, как, например, этот дом, железобетонные сваи, они в два раза дешевле, чем свайно-рострыковый фундамент для дома из газобетона. Второе, это то, что каркасный дом может быть построен с предчистовой отделкой сразу же, без необходимости делать стяжку стен, штукатурку этих же стен, и мы, опять же, экономим на отделке. В каркасном доме доска, о которой мы так много говорили, стоит гораздо дешевле, чем тот же газобетон, но если вот две коробки одинаковых посчитать. И последнее, то, что каркасный дом просто элементарно будет, пожалуй, выгоднее в отоплении, в его содержании, он просто энергоэффективнее. Ну и в 2022 году, я даже, знаете, я даже немного рад, что эта технология начинает просто побеждать всеми привычные, традиционные исполнения домов. И это очень интересная тенденция. Ну ладно, пора подводить какой-то итог. Знаете, друзья, вот в самом начале видео я рассказал вам историю о том, как не надо выбирать подрядчика, как не надо выбирать материалы для строительства своего дома. И пусть каркас – это выгодная технология, но не стоит с фанатизмом относиться к стоимости и эту выгоду пытаться прям отбить по максимуму, используя самые дешевые материалы. Тогда дом в любом случае не будет вас радовать своими свойствами. Здесь то же самое хочется сказать по поводу газобетона. Сейчас на фоне роста цен на этот строительный материал появляется огромное количество кустарно-гаражных производств, где, естественно, никаких регламентов, никаких технологических процессов и в помине не соблюдается. О чем речь? Какой материал на выходе вы получаете за сэкономленные деньги? Ну, знаете, вопрос остается открытым. Что же все-таки выбрать для строительства своего дома? Каркас или газобетон? По поводу цен, я думаю, вам все стало понятно. Здесь самое главное, как обычно, с умом подходим к выбору материала, подрядчика, комплектации и проекта. Выгода может быть всегда отбита за счет правильно подобранной планировки, за счет правильной компоновки фундамента, за счет очень многих факторов, с которыми вам могут помочь профессионалы. Если вам нужна такая помощь, ну, вы всегда знаете, к кому обратиться. Выбирать каркас или газобетон решать только вам. С вами был Данил. Пока-пока.